Надо сделать вот так. Всем привет! Добро пожаловать на мой канал, меня зовут Анелия. Сегодня видео о палетке Наташи Деноне Glam Palette. Я ее уже заранее открыла, протеру и опять запачкала. Так она выглядит, о ней много разговоров в последнее время, и хороших, и нехороших, но об этом чуть позже. Здесь 15 оттенков, несвойственная для Наташи Деноне гамма, как мне кажется. Обычно у нее что-то куда более теплое, яркое, рыжее. А здесь спокойная, нейтральная, если не сказать, что холодная гамма. 15 оттенков, 5 матовых, все остальные шиммеры. Здесь стоит заметить, что эта палетка у меня уже какое-то время. Я все протестировала, попробовала, поносила, сделала... Ну, наверное, я могу сказать, что много макияжей, но вам сегодня покажу только 3. Именно 3 я записывала на видео, а остальные, наверное, можно найти в моем инстаграме. И они еще будут появляться там, потому что я не все опубликовала. Сегодня я покажу вам свотчи, сделаю 3 макияжа вместе с вами, и в конце поделюсь своими впечатлениями. Кроме того, я сравню эту палетку с, угадайте, чем, с Altry. И сейчас многие сравнивают эту палетку с Altry, действительно, есть у них общая... Так, убираем эту штучку. Так она выглядит с Altry. Это Glam. Но, наверное, сейчас это не кажется таким похожим, потому что здесь отвлекает яркий рефил. Но я покажу вам сравнительные свотчи, и это будет заметно. Кроме того, у меня есть еще кое-что, что претендует на звание нейтральной палетки, и мне хотелось бы тоже их сравнить. Поэтому в конце видео я расскажу вам вот о моих впечатлениях от этих палеток, и от Glam, и что же из этого всего я бы выбрала. Это палетка среднего формата, такая же, как Sunrise от Наташи Денона. Она была первой подобного размера. Я о ней не снимала видео, потому что здесь мне не очень понравились шиммеры. Ну и вот как бы я так видео про нее снимать и не стала. Поэтому я не пробовала, кстати, палетки, которые выходили после. Love, Bronze, я их все пропускала. И отчасти потому, что я не хотела покупать подобный средний формат. Но говорят, что формула изменилась, и все уже стало классно. Поэтому я решилась на эту палетку. И потому что мне понравилась такая спокойная цветовая гамма. И потому что, как говорят, формулу поменяли к лучшему. Эти палетки стоят по 65 долларов, но на них распространяются периодически какие-нибудь скидки, акции и так далее. Впереди еще Черная Пятница. И если вдруг вы надумаете покупать эту палетку, не торопитесь. Я уверена, что на Черную Пятницу можно будет приобрести ее с какой-нибудь скидкой. Что еще я хотела сказать про эту палетку. Здесь 15 оттенков, 5 матовых, все остальные шиммеры разной степени сиятельности. Изначально было известно, что здесь всего один оттенок формулы Chroma Crystal. Когда они анонсировали и расписывали какие там оттенки. Они указали, что вот этот оттенок посередине верхнего ряда именно он Chroma Crystal. Я люблю эту формулу. Это самая сияющая и блестящая формула у Наташи. Я бы сказала, что она не всегда плотная, но самая сверкающая. Я уже снимала видео о палетке мини-ретро. Это было видео первых впечатлений. Полноценный обзор я еще и так и не сделала. Но тогда я не очень хорошо, наверное, как-то там в итоге сказала об этой палетке. Видите, что мне не очень хорошо. Она на меня не произвела должного впечатления. Могу сказать, что после я сменила гнев на милость. И в первую очередь из-за вот этого оттенка Chroma Crystal, блестящий Sparkle, топпер. По-разному называют эту формулу. Я очень люблю ее. Эта палетка живет на моем рабочем столе в первую очередь из-за вот этого одного оттенка, который я использую для быстрого макияжа. Я просто пальцем натираю на веко этот оттенок и все прекрасно. Мне очень нравится, поэтому мне было отчасти досадно, что здесь всего один оттенок Chroma Crystal. И тем не менее это не остановило меня от покупки. Я многократно говорила о том, что я люблю рыжие, теплые, красные палетки. Вот это все мое любимое. Но, наверное, я от этого чуть-чуть устала, и я была рада, когда увидела подобную спокойную палетку. Эту палетку часто называют скучной, и я думаю, что в этом ее изюминка. Я ничего не имею против скучных палеток, это тоже классно. Эта палетка не выглядит для меня серой. Я, как вы понимаете, хорошо отношусь к серому цвету, да, вот сейчас, глядя на экран, вы это понимаете. Но в макияже я серые оттенки не очень люблю. Это, ну, скажем так, наименее любимая цветовая гамма. Мне понравилось, что в этой палетке они все-таки больше бежевые, коричневые. Сейчас, глядя на мои глаза, тоже можно понять, что она не такая уж и серая. Что еще было мне заранее известно об этой палетке, так это то, что ругают здесь название оттенков. Ну, и я с этим, в общем-то, согласна. Дело в том, что Наташа Денона назвала эти палетки в соответствии с тем, как она представляет. Их надо использовать здесь тебе. Оттенок для растушевки, lash line для затемнения, линии роста ресниц. Вот этот надо наносить во внутренний уголок, во внешний и так далее. Конечно же, можно использовать это все так, как человеку удобно. Но некоторые названия вызывают вопросы. Например, вот этот оттенок transition. И он такой светлый, что он подойдет далеко не всем в качестве transition. В связи с этим было много критики в адрес бренда. И я эту критику поддерживаю. В 2020 году, наверное, надо думать перед тем, как давать подобные названия оттенкам. Пока эта палетка до меня дошла, стали выходить отзывы о ней. И первая волна была каких-то очень положительных отзывов. А вторая волна, ну как мне показалось, как мне это встречалось, вторая волна была какого-то негатива в ее адрес. И поэтому еще я хотела ее подольше поносить, потестировать. Я в итоге тут уже вдоль и поперек все оттенки попробовала. И я в этом видео показываю только три макияжа, но сделала я их значительно больше. Какие-то из них появлялись в моем инстаграме, но тоже далеко не все. Они еще будут выходить, те, которые я успела сфотографировать. Так что, если вам интересны мои макияжи с этой палеткой, их можно найти в моем инстаграме, а также вообще в инстаграме по хэштегу n-glam. Они там частично есть, но еще будут появляться. Вообще про Наташу Денону я сняла уже какое-то количество видео. Достаточно много, потому что это один из моих любимых брендов теней. Все эти видео, вернее ссылки на те видео я оставлю внизу в описании. Если вам интересно, то буду рада вашим просмотрам, лайкам, комментариям. Ну, в общем, вы все сами знаете. Продукция бренда Наташи Денона не тестируется на животных. Является крути-фри. Большое спасибо им за это. Я думаю, на этом все про палетку. Можно переходить к свотчам, затем мои макияжи. И в конце я поделюсь своим мнением, что же я в итоге о ней думаю. Поехали! Поехали! Так, я нарисовала один глаз и за кадром, второй буду вместе с вами. Похожий макияж я уже делала, и он опубликован в моем инстаграме. Несколько человек попросили меня его повторить в видео, так что я здесь. Некоторые оттенки, вероятно, чуть-чуть отличаются. Я не очень помню, что именно я использовала в том макияже, но приблизительно это. Какие-то могут отличаться, но в целом все то же самое. У меня на веку уже нанесена база от Urban Decay, и теперь я перехожу к теням. Базу я не закрепляю, с этими тенями мне не нужно. И тем более начинаю я с достаточно светлых оттенков. Я возьму оттенок Крис, но, наверное, я буду вот здесь показывать вам, какие оттенки я использую, потому что с названиями тут такое дело, что они повторяются из ряда в ряд. Итак, я беру оттенок Крис и наношу чуть выше складки вот такой растушевочной кисточкой. Закругляю внешний край и внутренний также. Возьму кисточку чуть поменьше и нанесу этот же оттенок на нижнее веко. Вот, а кисть просто слишком большая для моего нижнего века. Теперь небольшой плоской кистью оттенок Смоук наношу на внешнюю и внутреннюю часть верхнего века. Этот же оттенок наношу на нижнее веко. Теперь темный металлик из нижнего ряда, Outer Eyelid, наношу пальцем также на внутреннюю и внешнюю часть верхнего века. Пальцем. Но я на самом деле на этот глаз наносила его кистью, так что можно и кистью. Вот теперь как раз я беру кисть и этот же оттенок наношу на нижний век. Теперь я пальцем буду наносить оттенок Броу Боун на центр века. Да, он планировался у Наташи Деноне под бровь, у меня он будет на центре века. Теперь если хочется еще подраматичнее, то можно взять маленькой кистью темный матовый Lash Line и нанести как раз таки вдоль линии ресниц, там где у нас темный металлик. Я беру карандаш Mark Jacobs в оттенке Irony. Он такой же серо-коричневый, как и вся эта палетка, поэтому он идеально подходит к этой цветовой гамме. Просто они созданы друг для друга. Я прорисовываю нижнюю слизистую и межресничку. Немного еще затемню темным металликом при помощи кисти, где мне это не удалось сделать пальцем. Я вот вроде как и закончила под бровь. Тот оттенок, который планируется у Наташи Деноне наносить под бровь, мне он не очень подходит, поэтому я воспользуюсь хайлайтером. Это у меня Бека. Наверное, мой самый любимый оттенок это ванилла кварц. Вот им я сегодня пользовалась, и его же наносу под бровь. Я тут посмотрела у Наташи Деноне видео, и она говорит о том, что вот сюда наносить под бровь, как это обычно делается, это уже прошлый век, знаете ли. Надо наносить по центру. Но это так она предлагает, поэтому я сегодня, поскольку пользуюсь ее палеткой, послушаюсь ее советы и нанесу хайлайтер только на центр, скажем так. Ну, а теперь наношу тушь. Я нанесла тушь, вот что у меня получилось. Я также немного затемнила нижнее веко оттенком Lash Line, ну вот этим самым темным матовым, потому что мне показалось, что там маловато. Вот что у меня получилось, это приблизительно то, что я уже делала и показывала в моем инстаграме, ну и меня просили повторить. Повторила, показываю макияж вам и перехожу к следующему варианту. Следующий макияж я решила сделать что-нибудь такое. Главное, мне было интересно показать вам тот оттенок, который считается розовым. Вот так он выглядит на веке, но я вам сейчас все продемонстрирую. В качестве базы я использую сейчас консилер, но сразу говорю, что на консилере эти шиммеры могут скатываться. Я просто его сейчас макияж сделаю и, вероятно, пойду сразу же умываться, поэтому стойкость мне точно не нужна. Вам же рекомендую сделать на базе. У меня на Urban Decay праймере все отлично держится. Я взяла черный карандаш. Это карандаш Vivienne Sabo. На этом глазу я использовала черный карандаш Marc Jacobs. Во-первых, мне интересно сравнить. Во-вторых, мне не очень понравилось, как себя ведет этот карандаш Marc Jacobs. Мы посмотрим, может быть, бюджетный Vivienne Sabo будет лучше. Я прорисую нижнюю слизистую, межресничку и сделаю небольшую растушеванную стрелку. Мне так проще задавать форму. Тяжело рисовать глаза по очереди. Я вот этот глаз нарисовала, а теперь мне надо этот сделать такой же формы. И когда ты это делаешь по очереди, а не одновременно, сложно это сделать симметричным. Ну, по крайней мере, для меня. Теперь я беру темный оттенок Lash Line. И затемняю внешний край. Также нижняя века. Теперь я беру небольшую, даже я бы сказала, маленькую растушевочную кисточку. Беру оттенок Cris. И затемняю Cris, хотел сказать. Ну, вот складочку здесь. Растушевываю верхнюю часть этого темного оттенка. Пальцем набираю темный металлик из верхнего ряда и наношу на века. Мне понравился этот оттенок тем, что он темный и при этом сверкающий. Он, наверное, один из моих любимых в этой палетке. И вообще, наверное, вот верхний ряд, три металлика, самые классные для меня здесь. Теперь я беру, несложно догадаться, верхний ряд, самый крайний, розовый. Как бы розовый оттенок. И буду наносить его на внутреннюю часть века. Вот сюда, пальцем. Но его можно нанести и кистью. Сейчас я это вам покажу. Секундочку. Я взяла кисть, набираю этот оттенок кистью. Он кистью тоже наносится. Просто кистью он будет немного осыпаться, а пальцем нет. Хотя нет, кистью у меня тоже ничего не сыпется. Главное стряхнуть. Я хотела использовать этот оттенок для того, чтобы показать его степень розовости. Насколько он розовый. Вот он у меня на глазах. Да, я вижу, что там есть что-то розоватое, но это не яркий розовый оттенок. Именно поэтому я его сегодня использовала, чтобы это продемонстрировать. Теперь я беру оттенок inner corner, внутренний уголок, из центрального ряда. И буду наносить во внутренний уголок. Растушевочной кисточкой и оттенком transition я поправлю, подтушую края. Теперь я беру вновь черный карандаш и пройдусь, где мне его не хватает, где я его слишком растушевала, слишком перебила. В общем, я пройдусь вновь темным карандашом. Еще немножечко я решила утянуть и затемнить. Ну, я думаю, на этом можно остановиться. Я хочу под бровь нанести хайлайтер. Это хайлайтер back. Дело в том, что в данной палетке мне не очень нравятся оттенки для нанесения под бровь. Ну, как-то вот они либо слишком яркие, либо слишком темные, не знаю. На этом остановлюсь, нанесу тушь и вернусь к вам. Я нанесла тушь, вот что у меня получилось. Челка у меня сегодня вот здесь торчит. Ну, ладно, не обращаем на это внимания. Такой результат у меня получился. Прошу обратить ваше внимание, что у меня использован тот оттенок, который как бы розовый. Вот это вот самое розовое, что может быть с этой палеткой. Мне нравится результат. Это что-то в духе Foxy Eyes. Наверное, так. Я не сильна в терминологии и вообще в теории макияжа. Я практик. Я же не визажист. Я просто что-то делаю на своем лице, что мне нравится. А как это называется, я не знаю. Тушь я нанесла вот такую Essence, и мне она не нравится. Я не вижу ни эффекта от нее, ни удобства использования, потому что она огромная там щеточка, и я ей умудряюсь перепачкать вообще все вокруг. Ладно, показываю макияж вам и перехожу к следующему варианту. Наверное, надо сделать что-нибудь в духе смоки. Двигаемся дальше. Я решила сделать что-то в духе смоки-айс коричневый, потому что остальные темные оттенки вроде как я уже использовала в этом макияже. Теперь будет что-нибудь коричневенькое. В качестве базы возьму консилер, но говорю вам, что на консилере шиммеры могут скатываться. Я это повторяю, мне кажется, третий раз в этом видео. Ну, повторю еще пару раз. Вы можете воспользоваться базой, но мне не нужна стойкость. Это раз. Во-вторых, у меня еще будет карандаш. Немного просто выравниваю век. У меня на губах был блеск от Makeup Geek. Смотрите, какой он большой. Просто не могу не поделиться с вами. Я заказывала полноразмер. Я проверю это на сайте, но я правда заказывала полноразмер. Смотрите, какой блеск мне огромный пришел. Плюс ко всему, он как будто растекается. Не знаю, я накрасила губы до того, как красила этот глаз. И что-то мне кажется, что у меня мало что осталось на губах. Но замечу, что я тут кофеечек попиваю. Что-то, в общем, непонятное с этим блеском. Теперь я беру карандаш. Любые смоки я начинаю с карандаша. Это темно-коричневый карандаш от KVD. Vegan Beauty. Бывшая Кэт Ванде. Я прорисую нижнее и верхнее века. Но слизистую я потом прорисую черным карандашом. Это я вам так на всякий случай. Теперь все это дело растушевываю. Черным карандашом пройдусь именно по самой межресничке. То есть у меня по контуру глаза идет самый темный оттенок. А потом уже он будет переходить в коричневый. У корней ресниц тоже все прорисовала черным. Теперь перехожу к теням. Возьму сначала самый темный матовый оттенок, который называется Lash Line. И буду затемнять им линию роста ресниц. Как и предполагается у этого оттенка. Далее я буду использовать оттенок Smoke. Но если вы хотите прям совсем темный вариант, то можно Lash Line и поднимать выше. Я же хочу более коричневый эффект. Поэтому у меня Lash Line будет переходить в матовый Smoke. Я пробовала этот оттенок Lash Line наносить и на большую площадь. В качестве Smoke он может немного как-то пришибить. Но если вы смотрели мое недавнее видео про Викторию Бекхэм. Нет, это не тот случай. Lash Line ложится лучше, чем черный оттенок у Виктории Бекхэм. Но все-таки он недостаточно плотный. Здесь оттенок Smoke ведет себя, на мой взгляд, лучше, хоть он и светлее. Теперь выше наношу как раз-таки оттенок Smoke. Все это делаю плоскими кистями, для того, чтобы оттенок положился плотно. Я не знаю, видно ли вам, но вот этот Smoke ложится прекрасно. При том, что у меня там есть консилер, но нет базы. Я его сейчас наношу выше растушеванного карандаша. То есть там нет какой-то подложки, и ложится он очень хорошо и плотно. Докуда поднимать этот темный оттенок, вы выбираете сами. Я обычно выбираю, ну вот, скажем так, чуть выше складки он у меня. А дальше буду растушевывать. Теперь я буду оттенком Blend тушевать края. Теперь этим же оттенком я пройдусь по нижнему веку и растушую, смягчу нижний край. Для этого удобно иметь вот такую маленькую растушевочную кисточку. Они раньше, такие мелкие кисти для меня были недооцененными. Вот теперь я понимаю, в чем их прелесть. Такой вот матовый вариант смоки у меня здесь, и мне он нравится, но гулять так гулять. Для вас хочется попробовать все, показать вам побольше. Поэтому я беру Metallic-Satin, который называется Outer Eyelid, и наношу его пальцем на веко. Скажем так, внешнюю часть века я особо не трогаю, чтобы у меня там остался темный матовый оттенок, и сейчас я его даже немножечко еще затемню. А на внутреннюю часть, то есть вот сюда в уголочке, я нанесу золотой оттенок, который называется Center Eyelid. Так что мы сегодня все используем не так, как предполагалось у Наташи Денона. Внешний угол я хочу еще затемнить оттенком Flashlight. У меня все хорошо, ничего не насыпалось. Теперь вот я беру хайлайтер, у меня это Becca в оттенке Vanilla Quartz, мой любимый хайлайтер, и наношу его под бровь, наношу здесь по центру, как нам рекомендовала сама Наташа Денона. Ну вот как-то, ой, кисти выпадают из рук у меня. На этом я и остановлюсь, теперь наношу тушь, меняю помаду, убираю этот дурацкий блеск, и возвращаюсь к вам и показываю, что получилось. Я нанесла тушь, поменяла помаду, немножечко поправила по краям, но вот здесь что-то консилером потерла. Вот что у меня получилось, показываю вам, и перехожу к финальной части, где наконец-таки расскажу, что же я думаю об этой палетке. Вот что у меня получилось. Отвлекалась, ходила мыть лапы собакам, которые вернулись с прогулки. Я показала вам три варианта макияжа с этой палеткой, но на самом деле я их сделала значительно больше. Если вам интересно посмотреть на мои макияжи с этой палеткой, то их можно найти в моем инстаграме, или же просто по хэштегу n-glam. Что-то я уже опубликовала, но что-то еще буду только делать, потому что некоторые фотографии пока только в моем телефоне, я еще их не залила на свою страничку, но буду этим заниматься. Эта палетка ко мне ехала достаточно долго, хотя я ее оформила в первый день, как она появилась на Call Beauty. Пока она ко мне ехала, пока я только начала ее тестировать, появилось какое-то количество негативных отзывов, они стали появляться. То есть первая волна была таких положительных отзывов, а потом стал появляться негатив. И от этого я решила, что мне надо и подольше попользоваться, и посмотреть, как же на мне ведут себя эти тени. Я, наверное, вообще за то, чтобы тратить больше времени на одну палетку, потому что, во-первых, после двух-трех макияжей я не всегда готова на самом деле сформировать свое мнение об этой палетке, потому что здесь много оттенков, но в данном конкретном случае здесь много оттенков, и мне хочется больше их попробовать. Ну и вообще я за то, чтобы получить удовольствие от использования палетки, а тут в этом блогерстве, знаете, все гонятся за одной, за следующей палеткой, а мне хочется подольше попользоваться и все такое. Ну и вот весь этот негатив привел к тому, негатив не мой, а то, что я слышала, это привело к тому, что я этой палеткой достаточно долго пользовалась, и теперь уже могу что-то о ней рассказать, ну и ответить на вопросы, которые, возможно, у вас возникнут. На мой взгляд, главной объективной, скажем так, претензией к этой палетке является то, что эти тени, шиммеры, у кого-то скатываются. У меня нет оснований не верить людям, кто так говорит, но я с этим не столкнулась, когда использовала базу, то есть вот на базе, на мне эти тени держатся хорошо. Хорошо, это 10-12 часов, больше я просто не ношу макияж, после этого я иду умываться, ну, просто не доводится мне носить больше, чем 10-12 часов, тем не менее, один раз с этой палеткой я проходила 14 часов, и вот после 14 часов у меня на одном из глаз, я не помню на каком, не буду вас обманывать, у меня вот чуть-чуть, чуть-чуть разъехались тени, но не знаю, то ли я почесала, то ли они на самом деле чуть-чуть съехали, но это было после 14 часов, 10-12 они точно на мне выдерживают, на базе, а вот на консилере, шиммеры, шиммеры могут немножечко скатываться, к концу дня, не так, чтобы сразу, к концу дня они скатываются. Так что со стойкостью тут такое дело, на мне все хорошо, и я не знаю, тут уж это зависит в большей степени от строения глаза, или от кожи, я думаю, что это вот все вместе, строение глаза, тип кожи, еще что-нибудь, все вместе дает такой результат, что на мне они держатся хорошо. По поводу отзывов других людей, могу сказать, что это не так, что у всех негативные отзывы, нет, есть девочки, у которых, скажем так, не все тени держатся хорошо, например, Маша Вебер, Олеся Борзаева, насколько я знаю, у нее не все тени, не так, что любые тени на ней держатся хорошо, нет, и у них эта палетка показала себя с лучшей стороны, на них эти шиммеры держатся хорошо, так что тут смотрите, у всех по-разному, у меня тоже все хорошо, у меня ничего не скатывалось на базе, еще раз скажу, на базе. Что касается еще каких-то технических характеристик, здесь пять матовых, и они хороши, ожидаемо хороши, потому что я пока не сталкивалась с матовыми Наташи Деноны, которые мне не понравились, это, наверное, моя любимая или одна из любимых формул матовых теней на сегодняшний день, они пигментированы настолько, чтобы с ними было легко, то есть они не супер пигментированные, с которыми ты не знаешь, как обращаться, такое бывает, но и достаточно пигментированные, чтобы затемнять, чтобы хорошо ложиться, вот этот оттенок Лэш Лайн, он может быть недостаточно плотно ложащимся, то есть если его использовать для смоки, без подложки, то мне кажется, он может немножечко как-то плешивить, его надо будет набивать и наслаивать, но вот это единственное, наверное, мое замечание к матовым, светлый транзишн шейд на мне отлично работает, более того, им можно растушевывать любой из этих оттенков, вот этот темный я могу растушевывать и без средних переходных, вот этим транзишн шейдом, он выглядит у вас на видео, я уверена, он выглядит достаточно белым, потому что он мне таким казался на всех видео, когда я его видела у кого-то, нет, он дает тень, затемнение, он хорошо растушевывает вот этот оттенок Лэш Лайн, он классный, мне подходит, хотя да, согласна, что он не универсальный, и далеко не для всякого человека, он будет таким транзишн шейдом, это что касается матовых, ну а теперь к шиммерам, я уже сказала, что на мне на базе они не скатываются, держатся хорошо, поэтому тут нет каких-то нареканий, по поводу осыпаний и к матовым, и к шиммерам, у меня тоже нет претензий, но как вы видите, у меня вообще нет особых осыпаний, я не знаю, в чем уж тут дело, в моих кистях, в том, как я их наношу, у меня мало осыпаний, осыпаться могут только вот эти два верхних оттенка, которые самые блестящие, и это следующий такой момент, что я вам в начале видео говорила, что здесь только один оттенок Хрома Кристал, вот он, вот он посередине, он самый блестящий, но рядом с ним оттенок темный, металлик, вот он, на мой взгляд, это что-то похожее на Хрома Кристал, потому что там есть отдельные блесточки, которые дают такие искорки, в зависимости от освещения, они два самых сияющих, блестящих оттенка, кроме того, яркий металлик, здесь вот этот золотой, он у меня сейчас во внутреннем уголке, достаточно яркий, на мой взгляд, все остальные шиммеры, это такие металлики-сатины, они не такие сияющие, как бывают даже в тех же палетках Наташи Деноне, и это вторая претензия, которую я встречала в отзывах других людей, но она, на мой взгляд, очень субъективная, потому что кому-то вот это сверхсияние нравится, а кого-то оно, наоборот, отпугивает, я теперь опять буду ссылаться на моих коллег, назовем это так, у Олеси Барзаевой вышло отличное видео, где она рассказывала об этой палетке, и о других нейтральных, базовых, и там она говорила о палетке Enduring Love, вот она у меня есть, в точно такой же дип-версии, как и у Олеси, и вот здесь, например, есть оттенок John, вот я вот чуть-чуть набрала, видите, какой он яркий, и он вот настолько сияющий, я возьму какой-нибудь светлый оттенок, из палетки Glam, и я думаю, вам видно, та разница, я решила посмотреть, действительно ли видно эту разницу, а то я так уверенно о ней говорю, да, я думаю, что вам тоже видно разницу, насколько блестящий оттенок из Enduring Love, а второй, это из палетки Glam, ну вот, вот такая вот у них разница в этом блеске, так вот, Олеся Барзаева, она говорила о том, что эта сиятельность металликов Enduring Love для нее скорее минус, это то, что не подходит для нее, для ежедневного макияжа, а вот Glam самое то, что надо, тогда как у многих это наоборот вызывает вопросы, и люди говорят, что здесь недостаточно блеска, недостаточно сияния, так что смотрите, что нужно вам, я вот это отсутствие вот такого сияния и блеска принимаю как данность, и особенность палетки, это не то, что мне всегда надо, я бы так сказала, такие сатиновые тени, это тоже классно, и это тоже красиво, на мой взгляд, я люблю Chroma Crystal, мне действительно хотелось, чтобы и Chroma Crystal здесь было побольше, но я Chroma Crystal, признаюсь честно, я люблю его использовать, даже не в макияже, где я использую много оттенков, мне нравится Chroma Crystal, просто один натирайте на век, и все, для быстрого макияжа, поэтому я хотела, чтобы было какое-то количество подобных оттенков, и было из чего выбирать, а здесь вот их оказалось мало, тем не менее, тем не менее, мне нравятся и такие сатиновые тени, я, кстати, я вам уже сказала про видео Маши Вейбер и Олеси Барзаевой, ссылки на их видео я непременно оставлю внизу в описании, и, ну, это просто как бы другое мнение, что еще люди говорят об этой палетке, так что, такая вот история с этими негативными отзывами, что по поводу отсутствия блеска, это очень субъективно, и смотрите, что именно нужно вам, я согласна с тем, что здесь мало очень сияющих, сверкающих теней, ну, вот эти два оттенка и может быть золотой, все остальные, скорее, сатиновые, и еще, ну, тоже субъективно про эту палетку, что с ней не будет супер разных макияжей, потому что, что такое разные макияжи, на мой взгляд, для большинства разные макияжи, это один красный, другой синий, золотой, светлый, темный, в этой палетке этого просто нет, здесь приблизительно одна цветовая гамма, и кроме того, что здесь нет разных цветов, еще и контраст между ними не очень большой, чтобы макияжи для зрителя казались очень разными, один должен быть светлый, другой темный, здесь, посмотрите, здесь мало вот этого контраста, да, здесь есть один темный оттенок, есть что-то светлое, но в целом, контраст и разница между этими оттенками не очень большая, для меня это точно никак не являлось сюрпризом, я видела, что я заказываю, и это точно не минус палетки, это ее, еще раз говорю, это ее особенность, в данном случае меня это устраивает, мне это нравится, я видела, что я заказываю, здесь не будет очень большой, какой-то цветной разницы между макияжами, я вот сейчас вам покажу здесь несколько макияжей, чтобы вы понимали, насколько разными они будут с этой палеткой, да, можно использовать разные техники, то есть можно сделать смоки айс, можно сделать стрелку и так далее, но гамма будет приблизительно одна, я согласна с тем, что эта гамма достаточно однообразна, ее можно назвать скучной, но это неплохо, мне это нравится, мой макияж не всегда должен быть веселым, так же, как он не всегда должен быть спокойным, ну, вот под какое-то настроение мне это нравится, можно ли с ней сделать что-то супер яркое, не уверена, но красивые макияжи с ней точно можно делать, я, как мне кажется, это демонстрирую, не знаю, напишите, что вы думаете по этому поводу, у меня в комментариях в инстаграме заметно, что разделилась как буквально на два лагеря, кому-то нравится эта гамма, кто-то говорит, вот такие цвета я люблю, а кто-то говорит, это скучно, по поводу, кстати, холодной или теплой гаммы этой палетки, я бы сказала, что она нейтральная, она не такая холодная, как мне могло это казаться на фото, ну, то есть, на фото официального аккаунта, она не такая холодная, я бы назвала ее нейтральной, чтобы я не говорила про шиммеры из этой палетки, у меня к ним нет таких претензий, которые были, например, к палетке Sunrise, я, наверное, уже где-то здесь упоминала, в других видео говорила о том, что мне отсюда далеко не все шиммеры понравились, и в Glam не та же формула, на мой взгляд, здесь в Sunrise не хватало какой-то кликости, однородности этим кремовым, ну, то есть, этим шиммерам не хватало вот этой кремовости, которая есть у Наташи Деноне, здесь с этим все лучше, мне кажется, эти тени легко наносятся и плоской кистью, и пальцем, их не надо наносить обязательно пальцем, и плоской кистью они тоже наносятся, но это не та же формула, которая есть у Наташи Деноне в больших палетках, я должна это произнести, потому что, когда речь заходит о тенях Наташи Деноне, говорят о том, что вот в больших палетках это одно, в маленьких другое, если речь идет о матовых тенях, то, на мой взгляд, все приблизительно одно и то же, из того, что пробовала я, матовые тени сильно не отличаются, если это вот не совсем кремовая формула, которая идет просто отдельной категорией в Метрополисе, все остальные матовые тени похожи, а вот шиммеры, они даже в рамках одной палетки у Наташи Деноне очень отличаются, и для меня это точно минус бренда, потому что ты не знаешь, чего ожидать, каждый раз это какая-то, я не знаю, лотерея, это не то, что палетка от палетки отличается, ну, то есть, две Глэм, они, наверное, одинаковые, но вот Глэм, Санрайз, Грин Браун у меня здесь лежит, у них у всех разная формула шиммеров, кто-то за это хвалит Наташу Деноне и говорит, что она молодец, она не боится экспериментировать, а мне не нравится, потому что каждая новая палетка это какой-то кот в мешке, и ты не знаешь, чего от нее ожидать, на этот раз мне понравилось, да, но вот с Санрайзом мне не понравилось, тем не менее, это опять какая-то новая формула, видите, у нее все по-разному, по сути, потому как бренд упорно продолжает из раза в раз делать разные формулы, но, в общем, с этим надо либо смириться, либо отказаться от бренда, ну, вот такая вот у них история, что каждый раз что-то новое, что-то другое, что-то отличающееся, по поводу дизайна, мне такое нравится просто лаконично, вот в этом в моем духе, мне, правда, не очень нравится, что здесь так отпечатки пальцев остаются, вот здесь они не остаются, и мне это нравится больше, а в целом она удобная, классная, небольшая, надежная, она магнитная, это магнитная палетка, здесь вот есть дырочки, можно поддеть, вытащить отсюда рефилы, как-то их переставить, как вам удобно, либо же можно добавить, например, из палетки Санрайз, еще я знаю, что рефилы из палетки Метрополис подходят для этих палеток, и можно все это дело смешать, перемешать, и сделать какую-то свою уникальную палетку, я вам обещала сравнить эту палетку с другими из моей коллекции, конечно же, сейчас все сравнивают Глэм с Салтри, у меня есть обе палетки, и я покажу вам сейчас сводчи, как эти палетки выглядят рядом, вот так они выглядят вместе, здесь есть розовый рефил, который отвлекает, но если нанести рядом похожие оттенки, то будет заметно, что сходство у них все-таки есть, при этом я сразу скажу, что мне формула матовых теней у Наташи Денона нравится больше, но Салтри выглядит как-то, во-первых, разнообразнее, ну конечно же, куда без этого розового цвета, один оттенок Глум сюда добавлен, и сразу она выглядит разнообразнее, кроме того, она ярче и как-то контрастнее, насыщеннее, если вы хотите более яркие макияжи, то конечно же Салтри подойдет вам больше, мне между ними сложновато выбирать, но я думаю, даже так заметно, что Салтри ярче, я люблю матовые, они здесь лучше, кроме того, я бы оглянулась назад и вспомнила, как часто я пользуюсь палеткой Салтри, не сказать, чтобы часто, но я к ней регулярно обращалась, когда мне нужны были какие-нибудь нейтральные, базовые, коричневые, бежевые, растушевочные, особенно до появления Enduring Love, о ней я скажу чуть позже, но вот это была такая базовая палетка, к которой я возвращалась каждый раз, когда мне нужно было что-нибудь, чтобы сделать, доделать макияж, что есть, если, например, у меня была какая-нибудь блестяшка, какой-нибудь яркий шиммер, я не знаю, дуахром, еще что-нибудь, и мне нужны были оттенки для оформления макияжа, я на протяжении долгого времени обращалась к Салтри, до Салтри такой палеткой была шоколадка от Too Faced, после появления Enduring Love я к Салтри стала обращаться редко, и того, я это к чему, потому что к Салтри я обращалась именно за матовыми, мне здесь нужны были матовые, я знаю, что многие любят блестяшки отсюда, но честно, я к ним возвращалась не так, чтобы регулярно, и теперь, когда мне надо выбрать между этими двумя палетками, учитывая, что сюда я обращалась за матовыми, а здесь мне матовые нравятся больше, поэтому я точно выберу Glam, хотя Салтри тоже хороша, ну вот, я вам просто объяснила, почему именно я выбрала Glam, даже если в Салтри мне нравятся больше блестяшки, я все равно к ней обращаюсь именно за матовыми, следующее сравнение, которое у меня здесь есть, это Enduring Love, я ее взяла, хотя она не так, чтобы очень похожа на Glam, ну вот, посмотрите, как она выглядит, здесь много яркого, она точно более разнообразная, даже если сравнивать Салтри, хотя я вот сейчас вижу, что вот этот оттенок напоминает на Салтри, но здесь есть вот эти базовые, растушевочные, затемняющие, коричневые, бежевые, серые, вот, пожалуйста, и поэтому я решила ее сравнить с Denon'ой, сейчас давайте-ка я и Denon'у тоже открою, так эти палетки выглядят рядом, и не сказать, чтобы они очень похожи, но как раз-таки коричневые, бежевые, вот эти самые базовые оттенки, на мой взгляд, перекликаются, и это именно те оттенки, за которыми я возвращалась в Салтри, а после появления In Guring Love я скорее бы обратилась сюда, что же касается, ну я думаю, что вот сравнивать все оттенки здесь не имеет смысла, потому что здесь вот есть что-то яркое, чего точно нет в этой палетке, сравнивать матовые мне сложно, потому что это как раз сейчас две мои любимые формулы матовых теней, и мне сложно выбрать, Наташа Denon'a с Sydney Grease где-то рядом, это мои самые любимые формулы матовых теней, что же касается шиммеров, я, наверное, здесь отдам предпочтение Sydney Grease за разнообразие, я не могу сказать, что вот мне нравится или не нравится то, что здесь они более яркие, чем у Наташи Denon'a, они разные, и для меня это как раз не плюс и не минус, но то, что здесь их много разных, для меня это точно плюс, поэтому если выбирать между Glam и Enduring Love, я точно выберу Enduring Love за ее разнообразие, здесь есть как яркие шиммеры, такие как John, я не помню название оттенков, поэтому подглядываю Devotion, вот этот серебристый оттенок, они очень яркие, блестящие, но здесь есть и более скромные в своем сиянии оттенки, такие как Abigail, это красивый баклажановый шиммер, такой сатиновый шиммер, не очень яркий, и наверное эту палетку именно в качестве базовой я бы выбрала, это не делает палетку Глэм хуже, просто если между этими двумя пришлось бы выбирать, то победила бы Enduring Love, если между этими двумя, то Глэм, не знаю, как так получилось, что стала снимать я видео о Наташи Деноне Глэм, и опять вернулась к Сидни Грейс Enduring Love, я к ней возвращаюсь то и дело, у меня об этой палетке есть большое видео, где я рассказываю все о бренде, о ней, отдельно еще выпустила видео с макияжами этой палетки, кроме того, у меня было видео с распаковкой заказа Сидни Грейс, есть еще палетка Tiny Marvel, вылетела из головы, как называется, Tiny Marvel, короче говоря, я про Сидни Грейс уже наснимала, мне очень нравятся тени этого бренда, я не хочу останавливаться и хочу еще что-то у них попробовать, возвращаясь к героине сегодняшнего дня, она хороша, если вам нравится эта гамма, она спокойная, и если у вас в целом нет таких каких-то постоянных проблем с тем, что тени скатываются, то эту палетку я вам могу порекомендовать, но в ближайшее время будет Черная Пятница, я бы ее дождалась и приобретала вот с какой-нибудь скидочкой, а не по полной цене, я уверена, что на Черную Пятницу будет какое-нибудь интересное предложение, если же вас хоть как-то смущает эта цветовая гамма, и она кажется вам скучной, ваше право, если вы любите яркие, сияющие, блестящие тени, так, чтобы все издалека видели ваше сияние, это не ваш вариант, выбирайте сами, ну, это, пожалуй, все, что я о ней могу сейчас рассказать, все, что я вспомнила, все, что я подглядываю, у меня тут есть не то, чтобы конспект, но я на протяжении тестирования обычно делаю какие-то заметки, вроде как, я вам все рассказала, я буду с удовольствием продолжать ей пользоваться, делать гламурные макияжи, ну, потому что палетка глэм, и любой макияж, который ты с ней делаешь, автоматом становится гламурным, но мне интересно ваше мнение по поводу этой палетки, и, наверное, даже не по поводу этой палетки, а мне интересно по поводу этой цветовой гаммы, потому что вот в инстаграме аудитория разделилась на две части, и кто-то говорит, классно, это как раз моя гамма, такая спокойная, вот это я люблю, а кто-то говорит, какое скучное, мне интересно, что по этому поводу думаете вы, здесь на самом деле нет правильного или неправильного ответа, но мне интересно узнать, какая гамма вам ближе, нравится ли вам такое, так что буду ждать ваших комментариев, ну, и, возможно, как-то буду на это немного ориентироваться, что больше нравится вам, я в любом случае буду делать только то, что нравится мне на моем лице, но я люблю как яркое, так и вот такое относительно спокойное, я не делала самые простые макияжи с этой палеткой, потому что понятное дело, что можно нанести любой шиммер из этой палетки и сделать, например, стрелку, вот и макияж какой-то повседневный готов, я сделала, ну, что-то хоть как-то там отличающееся от самого простого базового дневного макияжа, на этом все, я уболтала, я не знаю, на сколько времени, я надеюсь, вам было интересно, вы узнали что-то новое, ну, или вы просто хотите меня поддержать, в этом случае вы можете нажать на лайк, нажать на колокольчик, и тогда вы не пропустите мое следующее видео, а я буду с нетерпением ждать ваших комментариев и ваших отзывов об этой цветовой гамме, пока-пока, жду вас в комментариях, почему ты так болтаешься, я нанесла тушь, хочу показать вам макияж, но тут товарищ пришел, товарищ, здравствуй, товарищ, как дела? здравствуйте, как вы поживаете? как вы поживаете? посмотри в камеру, покажись людям, вот тут еще Мося, вот вам видно Мося, вот это Мося, Мося, киса, вон она, вот так еще видно Мосеньку, Дикончик, может ты к Мося сходишь, глаз, я сказала, правый глаз надо поправить, и что я его поправила, ух, фанелья, правый глаз, правый глаз, правый глаз, и что же я самым, это собака пьет, пока-пока,